Итоги дня охраны труда Презентация обновленного проекта благоустройства Атомпарка На планном совещании с руководителями подразделений Директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна Росэнергоатом В работе 32 энергоблока, 5 энергоблока в ремонте На сегодня выполнение к плану задания ФАС 101,2% Выработки электроэнергии, что составляет 25 362 мегаватта О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия В работе 1-2 энергоблок Суммарная нагрузка 2110 мегаватт Существенных замечаний по работающим блокам нет Третий блок продолжается текущий ремонт 22 сутки ремонта Работы по оптимизированному графику 48 суток работы в графике Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 27 дней января Составила 1,3 миллиарда киловатт часов электроэнергии Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС И прилегающей территории не изменялся И соответствует естественным природным значениям На Смоленской АЭС подведены итоги дня охраны труда Прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ Состояние безопасных маршрутов следования Состояние ведения документации по охране труда Организация безопасной работы с ПВМ Во всех подразделениях станции были проведены проверки В рамках административно-общественного контроля Основное достижение по охране труда за 2019 год Не было допущено травматизма на площадке Смоленской АЭС Как среди персонала атомной станции Так и среди персонала подрядных организаций При этом мы увидели, что недопущение травматизма Это является вполне достижимой задачей Которую нужно выполнять и помнить о том Что травма это не просто статистическое данное А за этой травмой стоит человек Ну а по текущему месяцу основные замечания Которые были выявлены при обходах Переданы в подразделения для устранения Комиссии под председателем директора атомной станции Был выполнен обход по турбинному цеху Комиссии под председателем главного инженера Был выполнен обход по отделу радиационной безопасности И комиссия, возглавляемая первым вместителем главного инженера В этом месяце проводила обход по цеху Тепловой автоматики измерений Были обращены внимание на состояние оборудования На эксплуатационный порядок Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» Реальная возможность получить грант из федерального бюджета В числе претендентов на эти средства и Десногорск Город заявлен на конкурс с проектом благоустройства Атомпарка Атомпарк – зелёный массив в черте города Которому предстоит стать одним из культурных и туристических центров Десногорска По крайней мере, именно так его видят жители города И представители администрации муниципалитета Это подтверждено и новым дизайн-проектом Сцена, кофе-пойнты, многофункциональные павильоны Это и многое другое изменит облик городского сквера до неузнаваемости Павильоны кофе-пойнт для мастер-классов, букросинг, павильоны с качелями, павильоны проката, торгово-выставочный павильон и многофункциональный павильон, который здесь вам представлен Но вот это вообще называется у нас главная аллея Презентация проекта благоустройства Атомпарка прошла 22 января в Центральной библиотеке Десногорска Реализовать этот колоссальный объём работ планируется благодаря гранту ежегодного конкурса Минстроя План преобразований зоны отдыха Десногорск заявит на всероссийский конкурс «Малые города. Исторические поселения» 2020 года Выигрыш в конкурсе и реализация данного проекта позволит сделать прилегающие территории более конкурентоспособными И в будущем даст толчок развитию всей прибрежной инфраструктуры города Десногорск Оптимистичные планы далеко не безосновательны Общая сумма призового фонда конкурса – 5 миллиардов рублей Их разделят между 80 победителями – малыми городами с численностью населения до 100 тысяч человек Реализация данного проекта привлечёт ещё больше гостей в наш город, чем ежегодно мы принимаем Дизайн-проект будет отправлен на конкурс «Малые города. Исторические поселения» до 31 января Результаты же Федеральная комиссия обнародует до 1 августа 2020 года Уважаемые десногорцы, приглашаем вас принять участие в мероприятиях, которые состоятся в нашем городе 31 января 18.00 в здании реабилитационно-оздоровительного и досугового центра пройдёт 10-й зимний открытый турнир Смоленской АЭС по игре «Что, где, когда» Приглашаем всех желающих 1 февраля в 17.00 в здании реабилитационно-оздоровительного и досугового центра состоится юбилейный концерт коллектива Театра песни «Шанс» сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской АЭС Через года с открытым сердцем Вход свободный На этом наш выпуск завершён Вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями и жизнестанции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру А также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова